Всем привет! В этом выпуске я расскажу вам 10 интересных фактов о легендарной марке Mercedes-Benz. Наверняка многие из них вы уже знаете, но думаю некоторые узнаете впервые. Поехали! Mercedes-Benz CLK LM стал самым дорогим серийным автомобилем в истории автопрома. Его цена превышает полтора миллиона долларов. Mercedes-Benz SSK стал самым легендарным представителем гоночного подвида марки. Он появился на свет в конце 20-х годов прошлого века и установил на трассе множество рекордов. Так, на первом же своем соревновании Гран-при Германии в Нюрнбургринге все три ступени победного пьедестала были заняты этими белыми слонами. Свою надежность Mercedes-Benz доказали в самых экстремальных ситуациях. Так, в 1998 году в автомобиле Mercedes S600 был обстрелян грузинский президент. В итоге глава государства остался цел и невредим, хотя по Mercedes выпустили несколько автоматных очередей и даже попали из гранатомета. Автомобильная марка настолько дорожит своим имиджем, что потребовало от создателей фильма «Миллионер из трущоб» затереть все свои логотипы в сценах из бедных районов. В американском штате Нью-Джерси на одной из могил можно увидеть 36-тонный гранитный памятник, выполненный в форме культового автомобиля Mercedes-Benz. А все потому, что погибший в 15 лет американский парень Рэй больше всего на свете мечтал получить права и купить именно эту модель. С помощью ее состоятельного брата его мечта исполнилась, правда, уже посмертно. Прототипом для надгробного памятника выступил автомобиль Mercedes-Benz 2400 дизель, лимузин 1982 года выпуска. Впрочем, гранитный Mercedes – это не самый необычный представитель марки. В гараже саудовского принца найдется автомобиль, полностью инкрустированный бриллиантами. Драгоценная в прямом смысле этого слова машина обошлась своему владельцу почти в 5 миллионов долларов. Всемирно известный предприниматель Стив Джобс покупал только автомобили Mercedes и ездил на них без номерных знаков. Законы штата Калифорния позволяют подобное, но только в течение первых шести месяцев со дня покупки. Джобс этим пользовался, а через полгода сдавал машину обратно в салон и покупал новую. В 2006 году люксовый бренд по производству итальянской обуви совместно с AMG подразделением Mercedes, занимающимся серийным производством мощных спортивных машин, выпустили линию спортивной обуви Santoni for AMG. Вот уже не первый десяток лет девизом Mercedes-AMG остается слоган «Один двигатель, один человек». А это значит, что за каждый движок, собранный на заводе марки, отвечает один специалист, который проверяет состояние собранного механизма и ставит на документах свою подпись, тем самым полностью принимая на себя ответственность за его качество. В фильме «Достучаться до небес» герои путешествуют на автомобиле Mercedes-Benz 230 SL. Точно такая же машина была и у Джона Леннона. А какие еще факты о Mercedes-Benz знаете вы? Напишите свой ответ в комментариях. Ну и не забывайте поставить лайк, поделиться видео с друзьями.